И здравствуйте, зрители и подписчики. В этом видео я расскажу вам о том, как сделать камеру наблюдения на платье ESP30C, которая сможет поворачиваться по двум осям. Для управления этой камерой я разработал приложение в среде Android Studio, с помощью которого вы сможете просматривать видеопоток, отправляемый этой камерой на HTTP сервера, задавать угол поворота по определенным осям, управлять вспышкой или изменять параметры изображения. Например, яркости, разрешение, специальные эффекты и так далее. Кроме этого, моя камера имеет возможность загружать фото в облачную базу данных в AirBase, которые вы сможете просматривать, сохранять на вашем смартфоне или удалять прямо с моего приложения. Загруженные фото будут храниться удаленно, поэтому вы сможете работать с ними с разных устройств. Также я добавил режим автозагрузки, запустив который, плата ESP32C будет автоматически загружать фото в базу данных в AirBase с заданным вами интервалом. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, так как это очень поможет в его развитии. Ну а после просмотра поделитесь своими идеями в комментариях. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Сперва давайте посмотрим, как работает наша камера. Сначала нужно создать аккаунт в моем приложении. Для этого скачиваем его по ссылке в описании, открываем профиль пользователя и вводим его будущие имейлы и пароли. Если вы не хотите оставлять ваши настоящие имейлы, можете придумать несуществующие и указать его. Когда мы зарегистрировали пользователя, нужно настроить параметры работы платы ESP32C. Для этого подключаем ее к питанию. Следом подключаемся к Wi-Fi сети под названием ESP32C. Далее переходим по этому адресу. Выводим название и пароль уже вашей Wi-Fi сети. А затем указываем имейл и пароль пользователя, которого вы зарегистрировали в моем приложении. Когда мы авторизировались в приложении и настроили параметры работы платы ESP32C, мы можем запустить видеопоток и поуправлять камерой. Убираем Иussидим Битвы 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 Как я говорил ранее, можно еще менять яркость изображения. Разрешение. Специальные эффекты. Или режим баланса белого. А с помощью этих кнопок вы можете управлять вспышкой, переворачивать или отзеркаливать видеопоток. Следующая функция это загрузка фото в базу данных Firebase. Для этого открываем фотогалерею. Нажимаем нам эту кнопку. И ждем примерно 15 секунд, пока плата есть по 30 камам загрузит фото. Когда мы загрузили фото, мы можем сохранить его в галерею на нашем смартфоне. Для этого открываем заново экран. Нажимаем нам эту кнопку. И выбираем фото, которое мы хотим сохранить. Если же мы хотим удалить фото из базы данных, нужно нажать уже на эту кнопку. И выбрать нужное нам фото. Еще одна функция это режим автозагрузки фото с определенным интервалом. Для его запуска нажимаем на кнопку настроек. Выводим количество фото, которое нужно загрузить в этом режиме. Затем вводим интервал между получением фото в минутах. И нажимаем на кнопку запустить сохранение фото. В этом же разделе вы можете указать, будет ли включаться вспышка при получении фото. Для создания этой камеры вам понадобится плата ESP 32C iSyncer. Два сервопривода модели SG90. Модуль с microUSB разъемом. USB UART преобразователем для прошивки платы. Проводки для пайки. И корпус. Свой корпус я разработал в середине Fusion 360. И напечатал на 3D принтере. Ссылку на скачивание всех частей корпуса я оставлю в описании к этому видео. Всего корпус состоит из 10 частей, которые крепятся сами по себе. Но суперклеи все равно не помешают. Общий вес всех частей корпуса составляет около 60 грамм. Особенности моей 3D печати вы можете увидеть на экране. Перед тем, как рассмотреть код для платы ESP 32C, я хотел бы рассказать о том, что такое Firebase и как я использовал ее в этом проекте. Вообще, Firebase это наполовину бесплатная платформа для мобильных приложений, которая включает в себя несколько видов облачных баз данных, систему авторизации пользователей, хостинга для веб-приложений, облачные функции и сообщения, функции машинного обучения, аналитику данных и многое другое. Из этого всего я использовал систему авторизации, базу данных в AirStore, которая позволяет хранить и получать данные в реальном времени, и хранилище MediaWireStorage, в котором мы будем хранить загрошенные платы ESP 32C фотографии. Для начала давайте рассмотрим базу данных в AirStore. Ее особенность в том, что данные в ней обновляются в реальном времени, поэтому я использовал эту базу данных для управления платы ESP 32C в режиме видеопотока, отправки запросов на загрузку фото в хранилище Storage и хранения параметровым режимом автозагрузки. Данные в AirStore хранятся в виде коллекции, документов и полей. В нашем случае каждый отдельный документ в коллекции users хранит данные конкретного пользователя, которые в свою очередь хранятся в отдельных полях. Например, в поле FlashState мы записываем то, включена ли вспышка на плате ESP 32C, а в поле Y-axis Rotate мы записываем угол поворота по оси Y. Данными в AirStore можно управлять как с помощью Android приложения, так и с помощью ESP 32C. Поэтому эту базу данных можно использовать для коммуникации между вашим приложением и какой-либо платой от ESP. Следующая база данных, которую я использовал, это Storage. В ней мы можем хранить медиафайлы и распределять их по папкам. В каждой отдельной папке хранятся фото, загрошенные конкретным пользователем. Для того, чтобы понимать, в какой именно папке хранятся фото того или иного пользователя, каждая папка носит название, равное уникальному идентификатору пользователя, который ее создал. Этот самый уникальный идентификатор выдается системой авторизации Firebase каждому зарегистрированному в ней пользователю. Ранее я говорил, что Firebase наполовину бесплатная платформа. Это, конечно, правда, но серьезных ограничений у нее нет. Поэтому, если вы собираетесь использовать ее для личных проектов, она вас полностью удовлетворит. Но при этом нужно учитывать, что уроков по Arduino и Firebase пока что очень мало. Поэтому, если вы новичок в программировании, освоите Firebase вам может быть сложно. Теперь давайте перейдем к коду для платы ESP32CAM. Перед его загрузкой вам нужно установить набор плат для ESP32CAM. Для этого открываем настройки, дополнительные ссылки для менеджера платы и добавляем эту ссылку. Затем открываем инструменты, заходим в манайшар платы, выводим в поиск ESP32CAM. И загружаем этот набор. Следом, опять заходим в инструменты. И выбираем плату iSyncer ESP32CAM. Далее, нужно установить дополнительные библиотеки, ссылку на скачивание которых я оставлю в описании к этому видео. Когда мы установили нужный набор плат, можно уже загружать код в плату ESP32CAM, подключив ее к USB UART преобразователю по этой схеме и замкнув контакт IONOLI на землю. Когда мы загрузили коды, нужно подрезать проводки для подключения сервоприводов, поместить их в специальные отсеки и спаять все компоненты по этой схеме. Когда мы собрали корпус, подключаем питание. И ждем, пока сервоприводы повернутся в установленный вами угол. Свой корпус не пришлось подкорректировать, поэтому его внешний вид немного испортился. также для крепления вращающихся частей корпуса я использовал насадки, которые шли в комплекте с сервоприводами, так как у них лучше сцепление с выходным валом. Когда вы соберете корпус, поверните первые и вторые сервоприводы в нулевой угол. Снимите вращающиеся платформы вместе с насадками и поставьте их обратно таким образом, чтобы сервоприводы могли свободно поворачиваться на любой угол. На создание этого проекта я потратил два месяца, поэтому все это время на канале не выходили новые видео. Моя камера, хоть имеет достаточно большой функционал, при ее работе у вас могут возникать некоторые баги. А на этом мое видео о поворотной камере на плате ESP32C подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok